Иногда задаёшь себе вопрос, что в этой группе такого, в чём же её величие? Почему она нравится стольким людям? В чём её особая связь с публикой? И если ты находишь ответ в собственной голове, на что могут уйти недели и даже месяцы, ты становишься самым большим её фанатом. В нашей программе «История видеоклипа» мы представим вам взгляд музыкантов на их собственное видеотворчество. В этом выпуске барабанщик Квинн Роджер Тейлор, а также режиссёры Дэвид Меллетт и Рассел Малкай обсуждают процесс создания легендарных видеоклипов Квинн. История видеоклипа Квинн Bohemian Rhapsody Режиссёр Брюс Гауэрс Bohemian Rhapsody стал первым музыкальным видеоклипом, который публика оценила как видеоклип. Несомненно. Дэвид Меллетт, режиссёр Это было несложно. Роджер Тейлор, Квинн. Это оказалось прекрасным способом достичь высших строчек в чартах без особых усилий. Мы только начинали наши турны и должны были играть, кажется, в Ливерпуле. Мы были дружны с командой телевизионщиков, снимавших спортивные мероприятия. И мы подумали, почему бы не пригласить их к нам на студию в Элстре, где мы репетировали, и попросить снять нас. Мы насели на режиссёра, нас снимали в течение четырёх часов. А затем мы сели в автобус и укатили в Ливерпуль. Думаю, мы быстро осознали силу видеоклипа, потому что песня не сходила с высших строчек чартов неделями. И, сидя в автобусе во время турне, мы думали, отлично. Мы даже не прилагали особых усилий. Но, с другой стороны, это было немного скучно. Радио Гага Режиссёр Дэвид Меллит В стандартном музыкальном клипе есть гитара на гитарном соло и барабаны, когда они играют свою партию. Мы же хотели сделать нечто иное. Кажется, впервые мы решили пойти от противоположного с песни Радио Гага, когда я предложил, что в клипе не будет ни барабанов, ни гитар. И даже Брайан Мэй согласился с этим. И даже Брайан Мэй согласился с этим. Идея декорации Метрополиса принадлежала Фредди. Я сказал, отлично, но мы должны каким-то образом вписать вас в них. И мы сделали эту необычную машину с музыкантами, наложив её потом на широкоформатные виды города, будто она летает над ним. Как и во всех успешных видеоклипах, идеи сходили 50 на 50 и от меня, и от музыкантов. Иногда на 100% от музыкантов. Но сотрудничество всегда лучше, не так ли. Да. Я пытался найти способ по-разному представить видеоклипы «Город». И меня осенило, что лучше показать его в военный период или в предвоенный. Это связало картины воедино, действительно. Ностальгия. Да. Хлопки руками пришли мне в голову, как нечто естественное. Хореография была навеяна самой музыкой. У Квин огромная армия фанатов. И оказалось, что можно найти тысячу поклонников, готовых быть наряженными в бумажные костюмы, разукрашенными краской ради съёмок. Другая вещь, которая поразила меня, заключалась в том, что приехавшие на видеостудию фанаты ранее никогда не слышали песню «Радио Гага», так как она ещё не была выпущена. Но, тем не менее, они прекрасно попадали в такт и двигались как единое целое спустя всего два часа. Мы уже привыкли к критике, но не знаю, как Дэвид. Какое бы видео ты ни снял, всегда найдётся тот, кто перевернёт всё с ног на голову и напишет такое, о чём ты даже не мог представить. Да уж. Более того, это происходило почти с каждым моим видеоклипом. Как их только они интерпретировали. Как, например, в ссылке на нацистов. Предполагалось, что мы метафорически покажем контроль над разумом рабочих в условиях метрополиса. Невероятно. Да. Да. Мы не имели в виду никаких нацистов? Совершенно никаких. Но всегда есть те, кто ничего не поймёт. Или поймёт не так. Да. Я решил, что Фредди будет в образе женщины с неоновыми всполохами вокруг него, что снова стало причиной нескольких сердечных приступов. Некоторые хотят быть единственными, кто находится в кадре. Но с Фредди всё было иначе. Он хотел, чтобы мы сфокусировались на всей группе. Что было удивительно, учитывая артистические способности Фредди. Фредди был певцом. И считается, что певец вкладывается больше, чем все остальные. Так как именно он доносит до публики слова и смысл всей песни. Но у нас была демократия. Группа была стилистически едина во время съёмок. Если кто-то из них хотел сниматься на фоне Метрополиса, снимались все. Если кто-то хотел сняться в образе, снимались все. I want to break free. Режиссёр Дэвид Меллит. Признаюсь, мы застряли с идеями для клипа Break Free. У нас ничего не получалось. Роджер опаздывал, так как попал в пробку. И вдруг он рвается в комнату со словами «Я знаю, что мы сделаем». Это делали Роллинг Стоунс. И мы это сделаем тоже. Мы переоденемся в женщин. Тут же с моих глаз сорвало пелену. И я представил небольшой дом в стиле 50-х. Брайан — это горничная. Джон — это воршливая бабка. А Роджер — шаловливая школьница. Но какой же образ подобрать для Фредди? И ответом оказалась ливерпульская проститутка. Фредди начал тут же фантазировать. «Хоть что он наденет и насколько короткой будет юбка». И вдруг сказал «Кстати, я не собираюсь сбривать свои усы». И ответил «Да, это единственное, чего ты не должен делать. Ты будешь усатой проституткой». До сих пор, когда он появляется из-за угла с этим пылесосом, меня разбирает смех. Это был самый смешной клип, который мы когда-либо делали. Я смеялся три дня подряд, пока мы его снимали. К концу третьего дня у меня болели от смеха ребра. Как и у многих, мы почти бились в истерике. Мы действительно не могли перестать смеяться. Затем, в середине видеоклипа, что тоже забавно, он настоял на появлении королевского балета. И ради этого Фредди все-таки сбрил усы. Это не предусматривалось сценарием, но за Дэвидом было последнее слово. Ведь он был боссом на съемочной площадке. Думаю, важно отметить, что сначала мы обсуждали все, что мы собирались сделать. Я никогда не удивлял их никакими неожиданностями, и они меня соответствуют тоже. Но никогда не возникала ситуация, в которой они отказывались что-то сделать, потому что мы не обсудили это раньше. Ты должен доверять режиссеру, ведь он ответственен за то, чтобы ты не выглядел глупо. Видеоклик прекрасно показал ситуацию на МТВ. Они посчитали его оскорбительным и отказались от него. Вся эта история с переодеванием, я не вижу в ней ничего шокирующего. В этом больше рок-н-ролла, чем в отращивании длинных волос, ношении обтягивающих штанов и всего такого. Это гораздо смелее, не так ли? История видеоклипа Квин История видеоклипа Квин Hammer to Fall Режиссер Дэвид Мэллин Было очень сложно проталкивать идеи, которые раньше никто не реализовывал. События происходили так быстро, приходилось возвращаться к обыденным съемкам с концертов или якобы живому видео. Это превратилось в ручьи. Радио Гага, Брейкфри и Андепрэша оказались, вероятно, первыми клипами Квин, в которых не показывалось непосредственно выступление группы, в отличие от Бохемиан Рэпсиди. Хотя и туда мы добавили кое-что любопытное. Мы снимали это во время нашего турне на концерте в Брюсселе. Часть видео мы сняли днем, часть вечером в виде живого выступления на сцене перед публикой. В тот момент мы считали, что с нас хватит концептуализма. «Сделаем старый, добрый рок-н-ролл». Да. Улсер, там уже у нас не было много времени. У нас совсем не было времени. Но у нас было классное освещение, и все выглядело потрясающе. В те дни живые выступления были знакомы лишь тем, кто ходил на концерты. 99% публики никогда не ходили на рок-концерты под открытым небом или в клуб. Тем более на такие большие. Квин, возможно, была одной из немногих групп, которая в то время ездила в турне со своим осветительным оборудованием. Если не единственная. Больше света, чем во всем Ватикане. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я всегда хотел снимать полнометражные фильмы. И когда я снимал видеоклипы, я не считал себя режиссером в полном смысле слова. Таким серьезным режиссером. Клип «Кайнд оф Мэджик» получился из фильма. Мы познакомились с Расселом через Дэвиду. Рассел был частью команды из четырех режиссеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В то время он делал большой фильм и предложил нам, не хотите ли зайти посмотреть несколько кадров, которые мы успели смонтировать. Фильм был совсем не готов, но нам он показался замечательным. Мы захотели участвовать в нем и написали много музыки для его звуковой дорожки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя мы даже сценария не видели. Раскадровка представляла собой маленькие квадратики с непонятными надписями. И я никому ничего не объяснял из того, что было в них написано. Ни единой закорючки. Я считаю, что раскадровка и должна быть такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассел очень творческая личность. Визуализация – это его стихия. Основой были его великолепные идеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видеоклип родился из этих линий, идей, образов. Я представлял себе три фигуры. Фредди это очень понравилось, храни бог его душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помню, я сказал ему, ты будешь весь нарисован из летящих линий. И показал пару кадров из Мэри Поппинс. Он воскликнул. Я видел это? Он понял концепцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, что оказалось сложным, это убедить Фредди спеть «Нью-Йорк, Нью-Йорк» в фильме «Горец». В конце концов, он спел, но его пришлось долго уговаривать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы снимали видеоклип в театре, потому что хотели внести театральную обстановку. Поначалу в кадре появляются такие бродяги. Но затем в театре возникает магия, такие ранние наивные спецэффекты. И начинают происходить волшебные события. Очень красиво снято. Действительно красиво. Мы практически не играли. Я говорю, играли, и это забавно. По моему опыту, я знаю, что из музыкантов не выходит хороших актеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The Great Pretender Режиссер Дэвид Меллет Я думаю, будет справедливым сказать, что во времена Радио Гага и Брэйк Фри не говорили, ты слышал новую песню Квин? Скорее бы сказали, ты видел новую песню Квин? Да, да. Люди чаще говорили о новой песне «Видел ли ты ее?» Потому что это было новым видом искусства, чем-то свежим. Люди смотрели видеоклипы так же, как и слушали записи. Мы были очень дисциплинированными. У нас было все организовано, хотя мы ничего не записывали. Это же так ужасно скучно. Нет. Мы знали, что мы собираемся сделать. Я писал пометки на пачке сигарет, которая торчала из моего заднего кармана, не более того. Он залезал на кран, усаживался и отдавал оттуда указания. Ну да, что ты? Что ты, да? Ты видишь? Я беру моё сердце как кран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Индустрия производства клипов была огромна, но Дэвид делал самые умные видеоклипы. Снимая наши клипы, Дэвид стал пятым членом группы, любящим покомандовать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok The Great Pretender Продюсер и режиссер Скотт Милейни На русский язык программа озвучена студией Позитив в 2015 году